Полное погружение в искусство. Новая художественная галерея появилась в Владивостоке. Назвали ее «Субмарина». В первый культ поход на ней отправилась и наш обозреватель Ольга Сомкина. Их связало море и живопись. Художника Сергея Коновалова и руководителя большой строительной компании Александра Суботина. Практически на всех их картинах водная стихия. Море – это для меня, прежде всего, детские впечатления. Я здесь родился, вырос у моря. И стараюсь в картинах передать первые свои ощущения, как я его в детстве чувствовал. Стараюсь это отобразить в своих работах. Александр Суботин писать картину начал уже взрослым человеком. Ну, а романтики море мечтал с детства, начитавшись приключенческих романов. Я родился в деревне, лечиться под большим камнем. И моя двоюродная сестра, к сожалению, когда умерла, от нее оказался сундук. И в этом сундуке лежало пять томов жульверных. И замка у нас не было. Мы с братиком случайно каким-то образом открыли, запоем читали, при этом туда книги ложили, чтобы никто не видел, что мы читаем. Скорее всего, вот это первопричина. Несмотря на разный почерк и стиль, они оба называют себя маринистами. Поэтому мы объединились в одном проекте – «У самого синего моря». Как говорит Александр Суботин, его марины – это чувственный реализм. Меня критикуют настоящие художники, что я как бы на потребу обывателям пишу. На самом деле, вот я пишу, как чувствую. На работах Сергея Коновалова, побережье Приморской столицы, горностай, остров Русский, с мольбертом он исследовал все самые красивые места. Писать море можно бесконечно. Все равно таких картин будет недостаточно, уверен художник. Живя в таком городе, морском, у моря, художники действительно почему-то мало обращаются к этой теме. Но у нас нет маринистов в чистую. Как бы они себя, может быть, кто-то позиционируют как маринисты. Но смотришь на выставках, работы совершенно иные. Своё видение стихии и любовь к ней два художника представили в галерее «Субмарина». Её название ещё раз подчёркивает – здесь ждёт встреча с морем. Ольга Сомкина, Олег Бумиструк, Панорама.